Добрый день, глубоко уважаемый Дмитрий Станиславович, уважаемые коллеги. Очень рада присутствовать на такой интересной конференции. Благодарю за приглашение к участию. И в своем выступлении хочу осветить основные подходы к лечению железодефицитных состояний у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Всем нам известно, что согласно определению ВОЗ, анемия трактуется как состояние, при котором уровень гемоглобина снижается ниже 30 грамм децилитри у мужчин и ниже 12 грамм децилитри у женщин. Что важно для пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, что анемия является наиболее распространенным некишечным осложнением ВЗК и диагностируется у 2-3 пациентов при первом выявлении воспалительного заболевания кишечника. До 40% у взрослых и у 70% детей. Этиология анемии носит многофакторный характер. Анемия никогда не имеет какой-либо одной причины. Чаще всего это обычный банальный железодефицит, который возникает вследствие кровопотери, алиментарной недостаточности, малиабсорбции. Также большую роль играет анемия хронических заболеваний. Особое такое место занимает дефицит витамина В12, который возникает вследствие алиментарной недостаточности, вследствие хирургических резекций, малиабсорбции. И этот вид анемии чаще всего характерен для болезни крона с обширным поражением тонкой кишки, воспалительным процессом, либо после перенесенных хирургических вмешательств, также с резекцией каких-либо участков более протяженных обычно тонкой кишки. Имеет значение и побочное действие лекарственных препаратов, может возникать мелосупрессия или аплазия костного мозга вследствие применения теопуринов, сульфосалазина и ПВП, индуцированное поражение верхних отделов, вследствие чего, еще раз повторюсь, анемия при языке носит мультифакторный характер и не имеет, как правило, какой-либо одной причины. Основными причинами железодефицитной анемии это хроническая потеря крови в желудочно-кишечном тракте, как иногда видимая глазом, явная, так скажем так, и скрытая кровопотеря, когда пациент не видит крови, допустим, в кали, но тем не менее есть поражение слизистой оболочки тонкой или толстой кишки, вследствие чего происходит скрытая кровопотеря. Снижение абсорбции железа из пищи в 12-перстной кишке и также уменьшение поступления железа из пищи вследствие диетических ограничений, к которым прибегает пациент из-за активности воспалительного заболевания кишечника. Особую роль играет анемия хронических заболеваний, которая развивается вследствие иммунных нарушений, вследствие повышения уровня провоспалительных цитокинов, нарушается гомеостаз железа, нарушается прелетерация эритроидных клеток, подавляется синтез эритропоэтина, что способствует уменьшению продолжительности жизни эритроцитов и приводит, собственно, к такому же железодефициту. Что немаловажно сказать, и у нас в центре была работа по изучению причин анемии при воспалительных заболевания кишечника, что чаще всего в большинстве случаев ВЗК-ассоциированная анемия – это сочетание железодефицитной анемии и анемии хронического заболевания. Клиническая картина анемии или железодефицитных состояний различна, поражаются практически все органы и системы. Со стороны центральной нервной системы – это нарушение когнитивной функции, усталость, синдром беспокоенных ног, депрессия. Со стороны ЖКТ – анорексия, тошнота, нарушение моторики. Со стороны сердечно-сосудистой системы – блестность кожных покровов, одышка, тахикардия, в некоторых случаях гипотермия. Отмечено даже нарушение цикла со стороны половой системы у женщин, снижение либидо у мужчин. И со стороны иммунной системы – это повышенный риск инфекционных заболеваний. Известная часто жалоба со стороны кожи – это сухость кожи, ломкость, падение волос, изменение ногтей, ломкость ногтей. Все эти изменения в органах и систем приводят, естественно, к снижению качества жизни наших пациентов. Поэтому, согласно данным клинических рекомендаций, обязательно нужно корректировать железодефицитное состояние. И при выявлении железодефицита или железодефицитной анемии необходимо проводить всем пациентам терапию препаратами железа. И цель терапии – это нормализация параметров гемоглобина и уровня ферритина. Согласно руководству ЭКО, здесь представлен алгоритм. Мы должны оценить наличие анемии у всех пациентов в СК, как наличие железодефицитной анемии, так и наличие железодефицитного состояния. При диагностировании анемии, как я уже говорила, при снижении уровня гемоглобина ниже 12 грамм на децилитр у женщин и ниже 13 грамм на децилитр у мужчин. Также мы должны учитывать такие параметры. Это уровень эритроцитов, сывороточного ферритина и насыщение трансферина железом и циреактивный биолог. При выявлении и диагностике железодефицитного состояния или железодефицитной анемии, всем пациентам должна быть назначена терапия препаратами железа. Первой опцией при обострении ГЗК является назначение внутривенных препаратов железа. Пероральные препараты железа также допустимы к применению. Это вне обострения воспалительного заболевания кишечника, при обострении, при анемии легкой степени тяжести и при хорошей переносимости пероральных препаратов железа. Далее цель нашей терапии – это нормализация уровня гемоглобина и запасов железа. И далее мы должны проводить мониторинг каждые 3 месяца в течение года после коррекции железодефицитного состояния, впоследствии каждые 6-12 месяцев в зависимости от клинической картины, которую мы будем уже наблюдать при мониторинге пациента. Цель – это поддерживать гемоглобин и ферритин в нормальном диапазоне. Повторное лечение препаратами железа внутривенное – это или при снижении сывороточного ферритина менее 100 мл в литре, или при констатации факта железодефицитной анемии при снижении гемоглобина ниже 12 грамм в децилитре у женщин и ниже 13 у мужчин. Препараты железа различны. Применяются пероральные препараты железа. Они перед вами. Все они вам хорошо знакомы. Мы их длительное время применяем. Я не буду их зачитывать. И вот среди внутривенных препаратов железа в настоящее время мы видим, как известные всем формы – это железосаппарат, железобинканат, декстран железа, так и современные формы – это железо изомальтазит и самая современная форма – это железо карбоксимальтазат. Пероральные препараты железа, еще раз повторюсь, применяются при ВЗК, легкой степени тяжести или вне обострения ВЗК. Имеют свои преимущества. Хорошо известные нам препараты, длительно применяемые нами. Удобство применения, низкая стоимость, есть широкий очень спектр наличия препаратов, то, что вы видели выше. Но есть очень недостатки, с которыми мы очень часто сталкиваемся. И в основном это плохая переносимость препарата. Практически у всех наших пациентов при пероральном применении препаратов железа возникают сильные боли в животе, усиливается диарейный синдром, в связи с чем мы вынуждены прекращать прием этих препаратов. Внутривенные препараты железа также имеют место в нашей практике. Преимуществами являются быстрое увеличение уровня гемоглобина при непосредственной внутривенной доставке в кровяное русло, быстрое восстановление запасов железа, лучший профиль переносимости препаратов. Но чем мы сталкиваемся при применении внутривенных препаратов железа, это высокий риск тяжелых анафилактических реакций. Поэтому эти препараты вводятся, как правило, в стационаре с наличием реанимационного отделения или в дневном стационаре, также с наличием такой укладки по части анафилактического шоуа. Сейчас мы имеем в доступе пять форм внутривенных препаратов. Железо-сахарат, железо-бекстран, железо-глюканат и препараты нового поколения, железо-изомальтазит и железо-карбокси-мальтазат. Это самый последний современный на данный момент препарат железа. Резюмируя вышесказанное, еще раз напомню, что пероральное железо рекомендовано ЭКО только вне обострения ВЗК, при легкой степени анемии и при хорошей переносимости. Во всех остальных случаях с воспалительными заболеваниями кишечника предпочтительно использовать внутривенные препараты железа. В наших российских клинических рекомендациях как по язвенному калиту, так и по болезни крона препараты внутривенной железа вошли еще с 2017 года и при последнем пересмотре в современном пересмотре также аналогичные остались рекомендации для коррекции анемии гемотрансфузия, то есть введение эритромассы, применяется при анемии ниже 80 грамм в литре. Далее терапия препаратами железа. Здесь перечислены все препараты, но предпочтительно использовать железо карбоксимальтазат. Чем отличается и чем уникален препарат железо карбоксимальтазат, чем он отличается от других препаратов, он имеет уникальную карбоксимальтозную оболочку и за счет чего достигается высокая эффективная коррекция дефицита железа. Это позволяет использовать высокую однократную дозу. Мы можем вводить до 1000 мг железа один раз в неделю. Также быстрое введение 1000 мг железа в инфузию можно вводить за 15 минут. И происходит селективная доставка в органы кроветворения. Что еще нам нравится при применении данного вида железа, это сниженная иммуногенность. Препарат не содержит декстрана и его производных. Нет перекрестной реакции с антителами к декстрану и нет необходимости в пробной тестовой дозе. Железо карбоксимальтозат применяется и доза его рассчитывается. Это выдержка из инструкции препарата. Согласно индивидуальной потребности в железе, расчет дозы происходит, учитывая уровень гемоглобина и учитывая массу тела пациента. Дефицит железа должен быть подтвержден лабораторными анализами. Максимальная рекомендованная суммарная доза препарата 1000 мг железа в неделю. Что здесь интересно, что оценка уровня гемоглобина необходимо проводить не ранее, чем через 4 недели после последнего применения препарата, чтобы дать достаточное время для эритропоэза и для усвоения железа. Если пациенту необходимо дальнейшее восполнение запасов железа, то потребность в железе также рассчитывается повторно с использованием выше приведенной таблицы и, соответственно, контроль анализа крови проводится также через 4 недели после введения внутривенной дозы препарата. Сейчас хотела бы остановиться на таком клиническом примере коротко. Пациентка 23 лет в дебют заболевания воспалительного случился в марте 2020 года. Жалобы на частый жидкий стурн 6 раз в сутки с примесью крови. Амбулаторно была проведена колоноскопия, заподозрен язвенный колит левостороннее поражение, эрозивный проктосигмоэдит и назначена терапия месолазином 3 грамма в сутки в комбинации с ректальными формами месолазина. С положительным эффектом пациентка была сориентирована в плане того, что ей нужно обратиться в специализированное учреждение. Она принимала назначенную терапию и в конце августа отметила обострение. Возобновился жидкий стул с примесью крови уже до 10 раз в сутки. Повышение температуры пациентка обратилась в наш центр МПНС и Мелогиново в отделение патологии кишечника. В анализах крови мы видим железодефицитную анемию средней степени тяжести, повышение маркеров воспаления, тромбоцитоз, лейкоцитоз, повышение соци, реактивного белка, значительное снижение уровня ферритина. В данном случае была исключена гемолитическая анемия, проба Хумса отрицательная. Проведена колоноскопия, на которой мы видим уже признаки тотального колита, высокой степени активности с множественными сливными язвенными дефектами, покрытыми фибрином, и множественные микрообсессы, выраженную контактную кровоточимость. Что было подтверждено также результатами биопсии. Сформулирован клинический диагноз, язвенный колит, тотальное поражение, хроническое рецидивирующее течение, тяжелая атака, железодефицитная анемия, средней степени тяжести. Начата терапия базисно воспалительного заболевания кишечника, пронизолон внутривенно капельно, с последующим переходом на пероральную форму, месолазин 4 грамма в сутки, антибактериальная терапия, и проведено введение препаратов железа, а именно применен препарат железокарбоксимальтазат. Согласно расчет доз был проведен в выше приведенной схеме, было выполнено, введено 1000 миллиграмм однократно внутривенно капельно. Через 4 недели терапии мы видим хороший ответ у нашей пациентки, как нормализацию всех воспалительных маркеров, так и практически полное восстановление железодефицитного состояния, уровень гемоглобина, уровень железа, ферритина в пределах норм. Впоследствии мы наблюдаем пациентку на протяжении 2021-2022 года практически ремиссия, максимум местами при колоноскопии есть минимальная активность. Пациентка продолжает получать базисную терапию. Резюмируя свое сообщение, еще раз хочу сакцентировать внимание на том, что у пациентов с воспалительными заполиваниями и дефицитом железа единственным внутривенным препаратом, который показал и зарекомендовал себя и свое превосходство над другими препаратами железа, является железо карбоксимальтазат в качестве эффективности терапии, качественного удобства применения, в качестве отсутствия низкой иммуногенности, отсутствия рисков анафилактического шока. И подтверждают также, что все внутривенные препараты железа и карбоксимальтазат в частности переносятся лучше, чем пероральные препараты железа и предпочтительны в использовании у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Альбин Сан. Исчерпывающее сообщение очень важное, я думаю, будет очень полезным нашим слушателям. Пока не было вопросов по этому докладу. Если поступит, я думаю, что мы просто онлайн ответим, Альбин Сан пришлем. Да, хорошо, конечно. Спасибо вам большое. Движемся дальше по программе. Редактор субтитров А.Семкин